За нас, за вас и за Кузбасс! Друзья, приветствую вас на своем YouTube-канале «Наплайфам». С вами Алексей и великолепная Антонина. Всем привет! Это такое, можно сказать, первое совместное видео, можно сказать, второе. Дело в том, что в Москве я уже вторую неделю, и на одном из уличных опросов на Красной площади мне попалась удовлетворительная, веселая девчонка Антонина. Благодарю. Которая, ну, просто сделала, наверное, все видео прошлое, да? И многие из вас, я видел в комментариях, что очень светло отреагировали на это, позитивно, и, ну, написали, что если есть возможность, почему бы не снять еще одно видео с этим человеком. Соответственно, вот Антонина для вас. Всем привет! Стараюсь для вас, всех гостей, которые вам понравились, звать свои видео. Так что мы здесь сейчас с Антониной рассмотрим ароматы. Но дело в том, что я с собой в Москву взял очень мало ароматов. То есть я не рассчитывал на какие-то такие видео, которые вот мы сейчас будем записывать. Взял всего буквально 6 ароматов, на какие-то личные опросы снять, что-то там, ну, самому попользоваться. Соответственно, ну, я думаю, что мнение уже на два из них вы знаете от Антонины, на остальные не знаете. Поэтому в любом случае про все 6 поговорим. Но передачалом видео не забудьте подписаться на YouTube канал, скидокучина не подписанная, на Instagram Антонина, я его внизу здесь оставлю под видео. Обязательно нас ждет подписчиков. Благодарю. Благодарю. Прямо мне очень мало их, надо девчонки помочь, поддержать. Благодарю. Ну и подписывайтесь на Телеграм-канал и на Яндекс.Зен, там выходит видео вперед. Обязательно. И без всяких VPN, без всяких реклам и прочее, прочее, прочее. Вот. Ну и все. В чем? Гоним, ты готова? Да. Свой носик? Конечно. Он готов. Он готов. Слушай, так звучит. Он готов. Так звучит носик, да. Давай так, чтобы не перезадисывали, так что он просто готов. Он готов. Он готов. Так, ну давай, смотри, вот есть такой вот у меня аромат шикарнейший, экс-нила Блю Турисман. Это один из самых таких трендовых новых ароматов. Ты не слышал его, соответственно, не знаешь. Абсолютно нет. Но сейчас. То есть дело в том, что, да, да, Антонин уже попользовался им. Да, уже полуобутылочки на себя. Так звучит. Но. Но не в этом дело. Смотрите, дело в том, что она как бы не такой прям какой-то там парфюмоньяк. Она, ну, за парфюм, за парфюмоза, за парфюм и шарик. Да. Да, она знает много всего. Я не маньяк. Она в курсе, то есть поэтому разбирается. Но то, что я вот принес, да, сегодня она практически как бы особо-то и не видела, не знаю. Поэтому даже не знаю голубой талисман. Поэтому такой, можно сказать, слепой за тест, но уже ароматы все я как бы достал заранее. Чтобы не мучить девчонку, зачем нам ее мучить, мы просто посмотрим, что она скажет про эти ароматы. Так, давай. Так, это живой цветок или нет? Да, живой. Давай, что ты думаешь про голубой талисман? Атак снила. Друзья, ну, спонсором показа, как всегда, является наш самим любимый сайт парфюмерии и косметики, рандеву.ру. Именно там вы сможете купить ваши любимые ароматы и аромобоксы, а также ароматы, на которые я снимаю обзоры. Дополнительно вы также можете воспользоваться моим именным промокодом 10лав на скидку в 10%. Напомню, чтобы воспользоваться промокодом, ваш заказ должен быть свыше 2500 рублей, иначе промокод не сработает. Заказывайте свои любимые ароматы на нашем самом любимом сайте парфюмерии и косметики, рандеву.ру. Ссылочки на сайт и, конечно же, промокод оставлю внизу под видео. Вообще, он сейчас на мне, и он пахнет супер. На бумажечке, вот сейчас, как он правильно называется? Блоттер. Блоттер. А сейчас он немножко пахнет по-другому. Он пахнет, как будто бы это мартини такой, dry martini. Вот. Ну, кстати, очень вкусно. Но на мне он немножко раскрывается удовой историей. Собственно, как я упоминала в прошлом видео, все харитсы. Харитсы – это как бум у нас в Москве. Вот. Но сейчас на мне... Он большой такой торговый центр, да? Да, да, огромный такой торговый центр. Может быть, это, ну, есть ребята, подписчики. Если ребята есть, которые знают, да, если смотрите, вот. Напишите, были ли вы там или нет. Да. Там вся парфюмерия, да, есть прям? Да, есть вся парфюмерия, да, от Лакоста до, там, не знаю, до Килина. Да, нет, там, мне кажется, больше как вот Килин, Пинк Элеганс, вот, Пинк Элеганс вообще супер рекомендуется. Ты имеешь в виду, что как бы там больше такая нишевая. Там такая нишевая, люксовая история. Вот раскрывается парфюм очень классный, сладенький, приятный. Покажу бутылочку. Вот. Супер. Рекомендую. Уже влюбилась. Сейчас он на мне. Поэтому, да, мне сладенький. Как думаешь, на какое время года вот он зайдет? О, хороший, кстати, вопрос. Вообще, я думаю, это даже не время года влияет, а скорее день или ночь. Я думаю, это такая более вечерняя история. Ну, если время года надо все-таки определить, то каким-нибудь летним вечером или весенним, поздний весенний вечер, какой-нибудь медгала, это прекрасно подошло бы. Скажи мне. Какого-нибудь артиста. Больше мужской или женский? Вообще, унисекс. Он является унисексом? Да. Но все-таки вот какая у него преобладает черта или прям унисекс унисекс? Для меня лично унисекс унисекс, хотя я чувствую такие немножко женские нотки в плане того, что он довольно сладенький. Сладенький. Сладенький, сладенький. Сладенький, сладенький. Вообще, груша. Вот. Для меня сладенький. Но, как я уже упоминала, опять же, в прошлом видео, я очень люблю там форт, я очень люблю мужскую одежду, мужские парфюмы. Я вообще такой. Ну, я вижу у тебя пиджак такой. Да. Ну, это женский, конечно, но он из мужской коллекции, кстати, для тех, кто спрашивал, что же мне подарили в прошлом видео, вот такие вот ножинки. Так что вот, ребята, для тех, кто спрашивал. Да. В общем, это для меня лично, наверное. Нет. Что это? Не звали. Не звали. Нет, не звали. Для меня лично это какой-то такой... Ну, наверное, все-таки не весенний, но летний, вечерний аромат. Возможно, осенний. Весенний, вечерний аромат. Хотя можно и... А кого видишь в нем? В нем вижу. Уже себя. Уже себя. Ну, для таких вот прекрасных, да. Слушай, на самом деле, для меня даже немножко нотки цитруса какой-нибудь. Ну, груша есть, но мне кажется, какие-то нотки грейпфрута в нем тоже присутствуют. Хотя возможно... Можешь какой-то талисманчик? Очень красиво. Очень красиво. Мне безумно нравится. И бутылочка супер. Вообще выглядит супер дорого. Фариж все-таки там написано. Мне очень нравится. И я не... Написано Eau de parfum, но я чувствую, что это прям parfum, parfum. Давай оценку дадим. Да, оценка 10 из 10. Для меня лично супер. И сколько примерно он стоит? Ты же должна ориентироваться. Примерно стоит. Ну, вообще, особенно взглянув на бутылочку, я думаю, что это довольно такая нишевая, люксовая история. И стоит это, как я уже обвиняла в курсах видео, ну, наверное, 250 фунтов за сколько у нас здесь миллилитров? 100. Ну, тогда, наверное, 310. Это сколько на деньги? Это 31 тысяча рублей. А он варьируется от 40 до 50. Вот. Кстати, я прощетку поспрашивала. К сожалению... К сожалению, нет. Ничего страшного. Мы без нее. Спасибо большое. Вот. Ничего. Без расчески, но зато с парфюмом. Так что, да. Вот так вот. Я, кстати, супер отношусь к этому парфюму. Именно к этому? А, нет. Не именно к этому, а есть. Ну, короче, вот эта вот мужская история, где там мужское красивое тело, которого мне не хватает. Торс. Торс. Есть что-то, намек. Но. У нас упал. Упал. А куда упал? Кольцо упал. Вот. Видишь, кольцо? Кольцо супер. Вот раз и все. Не надену. Ты готова? Вот. Оклицевали. Да, оклицевали. Да. Вообще, вот так еще тоже можно. Значит, сейчас вот тут затянуть вот так вот. Ну, это уже как у быков. Я все-таки телец, да. Поэтому мне актуально. Я супер. К этой теме отношусь. Я очень люблю Жен-Поле Готье, хотя считаю, что это не то чтобы нишевая история. Это сейчас вообще стало, мне кажется, мейнстримом. Сейчас очень многие пользуются. Я знаю такую голубую бутылочку с такими серо-голубыми. Это первый аромат 90. Да. Супер. Может, отец пользовался у тебя, нет? Отец мог, но он вообще пользовался Пент-Халлигэнсом, пользовался какой-то нишами с Аризона. Понятно. Папа любил такое. Сейчас. Аромат номер два. Аромат номер два. Значит, вот это я вот в этом сегодня. Алексей вот в этом. И я первым делом сделала комплимент. Первым делом сделала комплимент, что пахнет это превосходно. Мне очень понравилось. Мне, кстати, на него еще не делал уличный опрос. Я думаю, у меня еще есть время сходить на то же место. Супер. Он тоже сладенький, но он легенький. Вообще, потрясающий. У меня потрясающий вид. Даже бутылочки. Ну, тут тоже супер. Везде все хорошо. Бутылочка супер отдельный. И вообще, респект. Что-то такое, знаешь, еще вот... Давай, давай покажу. Какое-то, как словно, знаешь, какие-то египетские мотивы, да? Да, да, да. Фараоны, да, 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 да. Но хочу заметить, что хоть Египет, да, у нас является мусульманской страной. Хотя, ну, наоблайн мусульман, мусульмане, наоблайн крестьяне. Christians. How do you say Christians? Крестьяне. Крестьяне. Ну, вы поняли. Но все-таки вот это у нас такие более арабские напевы. Давай перейдем... Давай перейдем к самому аромату. То есть, что ты в нем слышишь? Как он тебе вообще? Чем пахнет? Ооо, вообще пахнет супер вкусно. Очень сладенько. Прям супер сладенько. Сладко. Наверное, там есть даже... Ваниль. Ваниль. Ваниль точно есть. Конечно. Но это интересный аромат. Значит, ваниль. Какой, наверное, мускатный орех. Имеете ли? Ну, про мускатный не помню. Но что-то такое может быть. А может быть, все что угодно. Потому что парфюмер, они не все нудры скрывают. Очень вкусно. Ну, то есть, ты слышишь на данный момент ваниль, мускатный орех примерно, да. Потому что, на самом деле, вот как только первый раз делаешь затяжечку, вот так вот, нюхаешь. И кажется, что это очень алкогольный аромат. Алкогольный, да. Там супер такая. Вот смотри, мы с тобой уже выяснили, что это алкогольный, что это уже у нас с тобой. Мускатный. Ванильный. Мускатный ореховый, да. Но супер, супер приятный. Немножко чем-то даже я бы сказала, возможно, опять же не в ту степ, но мне one million напоминает. Правильно. Чем-то, да. Ты вообще молодец, малька. Есть такое. Да, есть такое. Почему, знаешь, напоминает? Потому что это один концерн, и они делают сейчас... Ну, то есть очень сильно похожие ароматы. Они как бы из одного чана разливают все разные бренды. Все разные бренды. Ну, вот мне очень нравится, тоже вот советую мужчинам. Вот это супер для мужчин. Если хотите порадовать свою девушку. Сексуальному считаешь его? Сам аромат. Посмотрите на бутылочку. Конечно, да. И аромат, собственно, он прекрасно отражает то, что изображено на бутылочке. Поэтому да. Да, супер. Это 10 из 10 для меня. А время года? Время года. Наверное, такая осень. Знаете, когда в Старбаксе... Извините, у вас больше нету. Но когда в Старбаксе подают пампкин спайс лата, вот это вот оно. На свидание можно вас позвать. Сначала там пампкин спайс, потом уже пойти куда-то. Там в картины галереи, например. Сколько такое стоит сейчас? Сейчас я думаю. Сколько это думаю? Сколько это думаю? Ну, вообще, 180 фунтов, я думаю, за 100 миллилитров. А это 18100 миллилитров. На самом деле он дешевле стоит. Дешевле стоит, я предполагаю, но... Около... Не знаю. Девяти тысяч семи. Девять... Ну, девяносто пять... Я видела только... Ммм... Абдитифрик. Абдитифрик в Гатвике можно купить. Сейлы там, да? Да, да, да. Черные Пятницы. Черные Пятницы тоже. Скоро, кстати, будет, так что... Приходите за парфюмом, приезжайте в Лондон за парфюмом, да? И не только в Лондон. Можете его. Алексеев Кемерово. Ну, кто поедет в Кемерово. Да. Их не удивишь ничем. Давай третий аромат. Да. Это будет ганимед. Ганимед. Ты с ним. Я, насколько помню, с нашей с тобой... Да. С нашим с тобой разговора. Ты его знаешь. Но у тебя не было никогда его. Никогда не было. Я вообще... Ну... Была с ним знакома. Угу. Наверное, года из прошлого. Примерно прошлый год. Может быть, возможно, два года. Ну, он по сети как бы шумит просто. Да. Ну, как в прошлом блоге, влоге мне рассказал Алексей. Это... Сейчас замены Бакараруш. Ну, якобы, да. Да. Но мне кажется, он более приятный. Потому что Бакараруш хоть он и приятный, хороший. Есть их тоже несколько. Есть красненькая. Есть голубая бутылочка. То есть, та же разница. В Бакараруш нет голубой бутылочки. Есть. В Англии есть такая голубенькая. Еще какая-то версия. Да. Версия, версия другая. Не жесткая. Очень приятная. Наоборот облегченная, что ли? Другой просто аромат. Ну. Ну, возможно, он не рушь. Потому что рушь все-таки это франциско-красный. Нет, подожди. Бакарарушь это аромат. У него есть там бакарарушь другу бре один. Потом бакарарушь есть еще экстракт. Да. Но у бренда франциско-курджан у него очень много ароматов. Это франциско-курджан. Гонубы всякие вот там есть, да. Это, наверное, какой-нибудь. Возможно, это другой парфюм. Это другой парфюм. Это не бакарарушь. Это не бакарарушь. Франциско-курджан. Супер. Вообще, у меня есть друзья в Лондоне, которые дарили моему бывшему партнеру. Такой голубенький. И я прям, я прям такая вау. Я у него сама брала и пользовалась каждый день. Какой-то там аквацелестия вот этот синий. Такой голубенький. Да, да. Супер. Прям вот это, кстати, тоже еще одна история, которую советую. Давай мы про ганимеда закончим. Про ганимеда на бумажечке, наверное, не так круто, как в реальной жизни. Хотя вот он, когда несколько там же слоев, я так понимаю, в разных парфюмах, да. Вот сейчас, когда прыскают только, ну, не могу сказать, что мое. Всегда, когда прыскают, я такая, а вот через минутки полторы-две раскрывается весь букет, как в прекрасном бокале вина. И чувствуется, что это прям тоже очень сладенькая история. Сегодня весь какой-то у нас сладенький набор парфилов. Сладенький день. Да. Сладкий понедельник. Сладкая тоня, как все это написали в комментариях тоже. Сахарная тоня или как. Было такое. Вот это очень-очень приятно. У меня ассоциации, наверное, сейчас вообще будет очень странно, но немножко такая пластилиновая история. И сейчас тоже скажу, я как-то искала аромат пластилина и нашла его. А зачем тебе аромат пластилина? А он был очень приятный. На самом деле он достанет там какие-то странные нотки. Я нашла его в Байреду или как правильно? Байреду. Да, Байреду. Ласт дэнс, по-моему, это называется, да? Последний танец. Ласт дэнс. Медленный танец. Слоу дэнс. Слоу дэнс. Слоу дэнс. Слоу дэнс. Слоу дэнс. По-английски или по-английски? Да. Это не англэш. Я говорю с американским акцентом, поэтому я могу показать вам, как я говорю в английском. Но по-английски бы да, слу дэнс. Либо медленный. Ну, медленный, медленный танец. Да, в Байреду. Супер вкусная. Там такая немножко пластилиновая история. А мне кстати нравится этот танец. Он посвящен, ведь, тоже там таким, знаешь, как бы отношениям, отношениям между мужчиной и женщиной, как в медленном танце. Да. Как отношения, как в медленном танце. Мне лично очень понравилось. Я была в восторге. Танцы, мусор, танцы. Нет, не знаю. Не знаю. Не знаешь? Нет, не знаю. Ну ладно. Да, тогда. Это песня дочери. Песня дочери. Она любит эту песню просто, да. Я русскому музыку, к сожалению, не слушаю. Кроме Моргенштерна. Моргенштерна люблю. Вот. А вот Артем супер тоже. Ну, наверное, из вот всего представленного это не самый любимый. Наверное, ему давать девять. Девять. Девяточку. Над каких-то бинты медицины, ты там не слышишь? Медицина, да. Слышишь. Ты была у стоматолога, да? У стоматолога была сегодня. Произдавала. Так что все, у меня и бинты, и не бинты. В общем, все, да. А кому это больше все-таки женская история или мужская? Это больше, наверное, мужская. Больше, наверное, мужская. Хотя тоже можно в юнисекс, но, на мой взгляд, вот, хотя я знаю, чтобы король Руж пользуется в основном либо прям арабы-арабы, либо девочки с Патриков. Для меня вот эта история, это больше мужская. А, кстати, да, не было что на Патриках. Вот там надо снять. Там надо снять такие парфюмы, да. Но из всех, вот, мальчики, если вы смотрите, то вот это для вас. Знаешь, у нас такой кубик черный. Анк-нуар. Это по-французски ты сказал? Анк-нуар. Что значит? Я знаю, что такое анк-нуар, ну, нуар это черный, но почему-то тут используется е в конце, значит, это у нас женское, поэтому что-то, какое-то черное дерево, я думаю, какая-то древесная история, я думаю. что-то, возможно, с этим связано. Хотя... Чернила называется. Чернила. Я не знаю. Это лалик. Ты знаешь дом лалик? Лалик? Лалик. 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 Ну, это вот я так сейчас. Такого еще никто не говорил. Да, никто не говорил, сейчас дадим аромату полторы минутки, как я уже говорила, и послушаем. Кстати, вот у меня был вопрос, почему послушаем? Ну, потому что там ноты в ароматах. Ноты в ароматах. А, ноты в ароматах. И, типа, ноты играют, и мы их слушаем. Но... Потому что обычно я привыкла не слушать, а... И понюхать. Да я понял тебя уже. Но, как бы, понюхать тоже правильно. Никуда мы не делаем. Как бы, многие сейчас спорят. Слушай, понюхать это, типа... Ну, в Москве нюхают не это, благодаря... Не ароматы, да? Благодаря группе... Как они? Ленинград. Ленинград, да. В Москве. А говоришь, никого не слушаешь. Нет, это я не слышу. Я просто знаю. Просто где-то... Просто знаю. Да. Просто наслышано. Интересно. Тут какая-то тоже вот опряность. Смесь каких-то опряностей. Ну, не арабских, но, наверное, азиатских каких-то. В карри такое могут добавить. Так что, да. Ну, понятно. Индусы могут добавить. Тоже азиаты могут добавить. О! Ну, вообще, такая алкогольная история. Как будто бы и лайм присутствует. Тебе нравится? Мне нравится. Я вообще люблю фреш такие парфюмы. Я вообще и древесные ноты люблю, и сладкие такие вот. Флорал. Угу. И нации такие, как Жардан Цурюнилио от Эрмес. Угу. Вот. Поэтому, вообще, какой-то эвкалипс, что ли, есть? Есть? Присутствует ли эвкалипт? Нет, нету там. Ну, какой-то... Как будто бы... Построй на Витивере. Построй на Витивере. На Витивере. На Витивере. На Витивере. Тебе нравится? Серьезно? Угу. А я же в прошлом видео советовала. Тонкая Витивера от Эрмес. 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 Правильно, по-французски Эрмес. Ну, по-своему, говорит Эрмес. Эрмес. Ну, это с Патриков опять же. Потому что считается, что не произносится S во французском. Но, на самом деле, в бренде Эрмес произносится. Угу. Это исключение. Эрмес классный. Мне тоже нравится Эрмес. Эрмес. А еще... Лайк. Жирный лайк. Знаешь, как еще он называется? Гермес. Гермес, я знаю. Это боль моих ушей. У меня сразу идет кровь. Не надо так, пожалуйста. Но Биркина, Келли, супер. У него с ума имеется. И вот этот парфюмер... Вообще не напоминает, кстати, ветивер. Но когда он, возможно, один... Возьми... Лемонграсс напоминает. Угу. Вот. Лемонграсс напоминает. Ну, ветивер. Тоже травка. Ну, тебе нравится, да? Очень. Очень. Какого мужчину видишь? Мужчину? Давайте вернем, собственно, к Австрит. Ладно, давайте сменим географию. Давайте назовем его Матео или Клаус. Все ненавидят имя Клауса. Я прям фанатею. Супер. Очень вкусно. Красивый. Накачанный. Давайте не голубые глаза на этот раз, карие глаза. Загорелый. Итальянец. Ну, давайте посмотрим... Все, что-то все накачанные. У меня все накачанные. У меня... Этим... Этим летом... У меня просто все мужчины бывшие, они немножко такие толстенькие. Поэтому... Этим летом я захотела... Скуфы, что ж? Ну, не скуфы, а просто олигархи, богатые папики. Но не мои. Просто. Мне денег не давали. Я сама свой папик. Сама себе папик. Но это пахнет красивым, накачанным мужчинам. Молодым. Либо немцам, либо итальянцам. Выбирайте сами. Накачанным чернилами. Накачанными чернилами. Накачанными чернилами. Вкусно. Мне супер нравится. Вот это очень вкусно. Так. Наверное, это мой фаворит из всех. А оценка? 12. Такого даже нет. Но давайте 12 из 10 будет. Сейчас будет. Потому что мне очень понравилось. Прям правда. Разрушаем реальность. Давай. Да. Супер. А цена, как думаешь, сколько такое может стоить? Сколько бы ты за такое дала? Думаю. Ну, я дала бы за такое 1045 рублей. Ну, даже если это мужское, я подарила бы своему мужчине. Вот 45 тысяч на такое не жалко. Пахнул вкусным. Афродизиак хороший. Одобряк. Да. Молодец. Супер. Стоит это дело? Да. И под это дело можно, собственно, и надеть очищу. Знаешь, сколько это дело стоит? Сколько? На самом деле. Больше? 3000. Скузя, пардоните. Рублей? Рублей наших деревьев. Рублей? Это очень вкусно. Вот если... Либо что, 30 баксов, да? Если существует вообще РМС тонко, ведь тонко ветивер, а тут ветивер, ну, это мне напоминает больше эвкалипт. 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 Эвкалипт, коктейли. Угу. То, вот это, на самом деле, самый вкусный. Ну, вот это вот сладенький, если кто-то любит, то есть, вот это больше такие свежесть, а вот это больше сладенькое. Это тоже вкусно, это тоже вкусно. Но это прям вообще супер. Если это стоит 3000, то я в восторге. Всё, будешь знать, что подарить теперь. Финальный. Финальный аромат? финальный аромат и друзья собственно антонин оценил вот эти четыре аромата остальные два она знает дело в том что кто вдруг не видел посмотрите предыдущие видео уличные батам уличный опрос а вот эти два красавчика шанель патиногист и дракар нуар две легенды на них собственно решил на них мне посоветовал снять опрос тома денёв собственно и вот вышли на улицу сняли с ним вместе такой battle кто пропустил посмотрите соответственно антонина их знает давай мы еще раз с тобой она выбрала дракар нуар все-таки за 3000 рублей как и в принципе вот лали нормально кстати красиво вот он тот аромат которого началось на чтобы знакомство супер на самом деле супер правда очень сладенький ну ты короче точку зрения поменяла можно это не из-за дракара это у меня першит горле да но очень вкусно хотя девочка была такая с такими дредами распущенными красненькими розовенько осталось что пахнет мылом был на пену для бритья да в том что только есть так и есть на самом деле но раскрывается он приятно то есть когда напишешь сразу то не пора кажется она до меня была и она видимо прям почувствовал почувствовал я погнали уже постоянно а вот и новыми ну потому что вот когда я подошла возможно было еще не обновленом возможно уже по спарту для меня это пахло довольно приятный сладенькой ну и в том числе с уже я очень такое прикольно для меня ну и платина эгоист шанель власть у меня есть это я просто но смотри я допустим макс активно пользуюсь эгоистом а лима спорта как ты знаешь допустим у себя открылок недавно вот этого моряка взял с собой в москву вот и мы активно обливаюсь нашу ну как бы в любом случае возвращаясь всегда к своим так сказать у меня смотри самая вещь не заканчиваем до самой на борзом деле супер как я же сказала вот в первую в первом вопросе мне он изначально когда только наносишь он прям супер прям он пахнет даже лучше чем дракар я согласна но это может быть даже бои выбрала его возьму вот решила выбрала потому что я чисто не кажется но на самом деле мне кажется она подал предпочтение это ни в коем случае я не навязываю сумеет а многие будут абсолютно это надо нет абсолютно нет у меня никто не надо никто а я как они с непредсказуемость выбрал дракар но на самом деле как я с первым рассказала шанель был получше но просто он выветривается быстро и кстати есть такая проблема многих парфюмов я надеюсь вы нас услышите особенно мэйсон мартан маржела или маржела мой самый любимый бренд обожаю передаю привет собственно ему бельгийскому лучшему бельгийскому дизайнеру из бельгийской шестерки но считаю что парфюмы выветривается очень быстро и особенно мачо медитейшн который я просто обожаю от мартана от мейзо мартан он выветривается супер быстро поэтому я не то чтобы это не люблю но я не считаю это супер дорогим сегментом вот именно в парфюмерии супер дорогое оно всегда стойкое это всегда парфюм и это всегда держится там в три дня ты уже помылся полностью там с шампунями с гелями с кондиционерами и ты еще все чувствуешь этот аромат да поэтому да для меня вот именно это тоже обозначает стоимость вот поэтому да шанель супер тоже советую все понятно все понятно в общем наверное лучше это вот у нас все-таки за три тысячи у нас два друга я допустим как бы вот сюда говорю что ну это прям реально дешево вот просто реально это такой бренд такой аромат и компоненты ну как они доступны здесь использование те же в принципе просто ну на самом деле это как бы нормальная цена можно спокойно многих он отпугивает у него есть такой вода немножко такая резкость сложность он как такой значит низшим звучанием есть такой канал я кстати тоже поделюсь я обожаю гошу карцева саша рогова александр рогов мы inspiration это стилисты и а вот именно гоша карцева он снимает видео с экспертами там допустим по парфюмам я тебе скину ссылку и там определяется тоже парфюм дорогой или дешевый я смотрела этот выпуск и считаю то что гоша карца в принципе сделал тоже классный контент сравнивая разные сегменты то есть дешевый и дорогой и он пытается доказать вообще в принципе людям то что не всегда дорогая дорогая какая-то высокая стоимость на какой-то продукт означает то что это супер качество поэтому это наверное и доказано вот в нашем вопросе я с тобой полностью в этом согласен это не только казаться парфюмерии много чего бывает да и и сумка кстати вот тоже тот самый бывший карцев обожаю привет если вдруг он мало ли их увидит я очень надеюсь потому что я вчера вечером и сегодня с утра смотрела их выпуск с александром роговым обожаю тоже собственно почему такой пиджак оверсайз это благодаря ему смотрела их на выпуск сегодня и мало ли если вдруг когда-нибудь увидят он делает классные вещи потому что он сравнивает поделку и оригинал и он сравнивает дешевые сегменты и дорогой поэтому супер и поэтому я была очень тоже рада принять участие в данном опросе спасибо что позвонил пожалуйста тебе все понравилось очень следующее видео наш с тобой в лондоне дала в лондоне следующая видео пропусти туда с таким количеством конечно я я замолву словечко что пропустить а если нет так кажется пойдешь и послушаешь другие ароматы потратишь там нет не обязательно потрачуешь меня думаю ребята давайте ничего не не надумывает у меня очень много у меня портюмах наверное сколько коллекции 40 40 не очень но там и как вы пустые бутылочки уже тоже имеется баночка как это правильно какой-то прям вот последний который ты прям вот обливаешься ну вот обливаюсь там ford там ford а черная орхидея лучи флора и наверное байреду бланш очень много давай вот какое какие два или три ты выберешь из этой тройки 3 и 3 но 3 на самом деле вот этот вот это просто я потому что им уже воспользовалась сегодня потому что в обновите благодаря не люблю когда когда прямо тогда да вот мы прямо так мы с алексеем пользуемся только так чтобы упрямую даме как учу это вот это вот какой вот как вот некоторые там он доча тут это несу вот тут я сейчас вот сюда только чуть-чуть вроде пахнет ребят я лично заметила за собой очень интересный факт что я не давай пиши пиши пишем я заметил сам очень интересный факт что я спустя 15 минут после нанесения парфюма я уже не чувствую его чувствует все но мне нужно для меня то есть уже либо эта привычка либо это действительно выветривается но я очень люблю наносить парфюм заново там через там полдня я признала что сегодня встречу с алексеем поэтому я не не брала с тобой свой парфюм потому что у меня и так очень лучшие сумочки моей дамской но обычно я с тобой всегда наши парфюмы потому что я очень люблю обновлять мне очень нравится парфюмы это всегда какое-то приятное воспоминание а либо как моменте или о человеке или она просто я вот придумал некую такую некий такой как ты сленг но свою какую-то фразу парфюм это путешествие во времени да абсолютно вот но смотри он может перенести нас назад прошлое а как он тебя переносит назад будущее на течение назад а будущее вот смотри вот парфюмерии это ароматы во времени да когда вот будущем в прошлое я могу попутешествовать а вот в и вот как вот это себя как ты понимаешь как вот у тебя может аромат не цензура если 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 я вот говорю парфюмерии это путешествие времени как можно путешествие во времени ну вперед до попасть для меня лично я почему-то говорю что какие-то вот такие вот новые ароматы типа вот этого лютого нас куда-то переносит вот не знаю как все это такое звучание как космическая необычность стандартно тесно туда вперед каким-то технологиям если это что-то будущего если что-то вот поэтому это говорю да то есть если у меня нету какой-то ассоциации с определенным парфюмом то наверное это будет действительно либо в моменте это будет какая-то история то есть я буду им действительно наслаждаться я возможно тоже буду относиться к категории парфманьяк потому что я очень люблю парфюмы и всегда экспериментирую с чем-то новым вот например для меня сегодня вот этот парфюм под номером один вот либо это создание какого-то аромата и тут даже кстати существуют такие места в которых можно смешать что-то лично для себя сделать а вот и да по заказу свой личный парфюм и это будет что-то уникальное и необычное и интересное и относиться будет возможно лично даже ну все приятно всем спасибо за просмотр спасибо за ну во первых за просмотр за ваши комментарии пишите пишите комментарии я тоже считаю я пишите мне подпишитесь на меня если вы забыли я тоже там есть в этом тоже существует в германии на слышно что тоже существует подписывайтесь я вам всем буду отвечать и возможно кому-то одному из вас я пришлю парфюм лично из лондона если ничего себе опа это вот нежда неждачи как обычно мисс спонтанность да если а сам лучший комментарий и если на меня подпишется тысяча человек с аккаунта алексея одному из этой тысячи но уже у нас меньше девятиста мест у нас значит восемьсот семьдесят пять давайте скажем я даже не знаю сколько подписчиков пришло то у нас восемьсот семьдесят пять потенциальных кандидатов и если что я скину нет не скину но вышлю из лондона 2111 вышел один парфюм из того самого магазина хэрэц хэрэц ты его так называешь у нас есть этот пивной бар я хард рок кафе тоже по сути вот поэтому да я вышла один парфюм а возможно один даже из вот этих которые вот этот вот вообще хотела бы но нет я вам пришлю мой любимый парфюм в зависимости от того будет эта девочка или мальчик все друзья подписывайся на канал спектр еще не подписаны подписывайся на телеграм-канал на яндекс дзен и на антонину в инстаграме все ссылочки будут внизу под видео пишите комментарии как вам эти ароматы и были ли у вас коллекции планету что-то покупать какой на ваш взгляд самый здесь крутой самый лучший аромат все любите ли вы том порт и если да и тоню пока друзья пока пока он самый лучший парфюмерный герой раскрывает все секреты лучший блогер этой планеты